У меня есть одна церковь, в которой я бываю, в Одесской области, и там есть чудесная традиция. Значит, пастор выходит, и вся церковь встает торжественно, и он говорит, «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми нами!» И церковь говорит, «И с вами!» И вот однажды что-то с микрофоном ненормально, он выходит, микрофон не работает, он говорит, что-то с микрофоном не в порядке, и церковь вся встает, говорит, «И с вами!» Ну, надеюсь, что с нами все будет в порядке. Но тяжело после обеда, после обеда непросто, друзья, поэтому wake up, просыпайтесь. И я сегодня хотел бы говорить на одну важную тему, наставничество, взращивание новых служителей. Это интересно говорить, знаете, это интересно говорить, когда здесь какую-то семейную тему, когда сидит жена, и она, это всегда так интересно, я так жду, когда она мне помашет рукой, скажет, «Олег, я здесь!» И вот точно так же, когда я говорю о наставничестве, взращивании новых служителей, а здесь сидит наших 20 братьев, значит, и они скажут, «Олег, мы здесь!» Ну, давайте включим презентацию. Следующий слайд. Да, можно сдвинуть чуть-чуть. Я о себе много рассказывать не буду, просто для тех, кто не знает, мы трудимся в Одессе, я пастор в Одессе, и рад быть частью нашей ассоциации. Если кто-то еще не знает мою страничку, то, пожалуйста, можете зайти, это Инстаграм, страничка в Фейсбуке. Я, кстати, даже не знаю, как туда сделать QR-код, если кто-то поможет, буду рад. Поэтому, если кто-то еще не знает, то можете зайти и сделать страничку, и сделать скрин. Я несу служение в церкви, мы вместе несем служение в интернатах Одесской области, в домах престарелых, и в Херсонской области, Николаевской области, там, где разбитые села. Уже 10 лет я капеллан, и всякий раз, когда Костя рассказывал все эти симптомы тяжелобольного человека, я думал, зачем он мою биографию рассказывает, почему это, кто ему, зачем. Вот так вот, ну, спасибо, Константин, за слово, это было очень полезно. Я попрошу включить презентацию проповеди. Полностью всюду, на каждой страничке, я использую вот эту фотографию. Эта фотография, в Рио-де-Жанейро, один фотограф пытался на протяжении двух лет, каждый день фотографировать, чтобы получилось сделать ее. Два года, и у него получилось, и у него получилось. Христос держит весь мир. И я очень хотел бы, чтобы сегодня у меня получилось, чтобы сделать так, чтобы именно Он держал всех нас, Он был в центре. Мы сегодня будем с вами только один стих читать, вот этот вот, один отрывок, этот маленький стих. Но всюду внизу я поставил эту фотографию, чтобы сам не отвлекся от Христа, ну и чтобы мы с вами не отвлеклись от Христа. Давайте прочитаем. Итак, укрепляйся, Сын мой, в благодати Христом Иисусом. И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. И, знаете, друзья, если бы нужно было бы проповедовать, в нашей церкви мы проповедуем стих за стихом и слово за словом, если бы нужно было бы проповедовать об этом стихе три месяца, то это очень легко, настолько много в нем сказано. Это просто потрясающе. Давайте попытаемся просто прикоснуться к этому стиху. Когда мы говорим о наставничестве, то мы должны увидеть некоторые вещи. первое, осознать свое бессилие. Когда мы читаем это слово «укрепляйся», это значит, что мы абсолютно бессильны, абсолютно испорчены, характеры у нас у всех есть интересные. Мы абсолютно, абсолютно все интересные люди, и только Божья благодать, она способна нас менять и принять. Марк Девер сказал, когда мне говорят, что церковь полна лицемеров и похожа на клубок гадюк, я отвечаю, согласен, но именно поэтому мы и собираемся вместе. Нам, гадюкам, очень нужен Христос. И, кстати, у нас всегда есть место еще для одной гадюки. И, друзья, ну, если так честно, это про нас. Это про нас. Ну, правда, не всем нравится, но это про нас. Это про нас. И ты во всем этом, ты укрепляйся. Он говорит, он обращается к своему ученику Павел, и он хочет сказать, ты ничего не можешь. Ты пойми, что ты без Христа вообще ничего не можешь. Ты не можешь созидать церкви. Ты не можешь проповедовать. Ты не можешь быть хорошим мужем. Ты не можешь быть хорошей женой. Ты не можешь. Об этом потрясающе сказал Пайпер. Я признаю, что без Него мое сердце перестанет биться. Глаза перестанут видеть. Память изменит мне. Без Него я не смогу сосредоточиться только на Нем. Без Него я начну сомневаться в Его существовании. Я не смогу дарить людям любовь, испытывать святой страх перед истиной, который следует возвещать через проповедь. Без Него слова мои пойдут в пустоту и не будут услышаны. Ибо кто, как не он, один может воскресить разум слушателей. Что я могу без тебя, Боже мой? Потрясающая цитата. Братья, это про нас. Это про нас. И вот он говорит одну и ту же мысль. Павел очень много повторяет эту мысль. И вот тут мы видим, и так, укрепляйся, Сын мой. В чем я должен укрепляться? В чем должен укрепляться? Знания получать. Но это важно. Так часто встречаю правильных, идеальных, много четко по пунктам идущих людей, которые годы посвятили школе, которые годы учили в семинариях, которые не любят слушателей. И они читают лекции. И эти лекции ни к чему не ведут. И поэтому Павел говорит одну, эту важнейшую, сильнейшую мысль. И так, укрепляйся, Сын мой, благодать и Христом Иисусом. Наша с вами идентичность – это Христос. Я очень сильно часто говорю в нашей музыкальной группе, они иногда спорят, иногда уже не спорят, о том, что песни наши должны быть о Христе. Спасибо, Дима. Мне было приятно слышать Твое, аминь. И знаете, очень интересно, наблюдая за нашими песнями, которые мы поем, мы все разные стили поем, это нормально, разные мелодии. Но интересно, представьте себе, что зайдите когда-нибудь, никогда не думал, что я это скажу, зайдите когда-нибудь на страничку «Свидетели Иеговы». Вы знаете, что они поют те же самые песни? Да. Они поют те же самые песни. Знаете, какие песни они не поют? Они не поют песни о Христе. Друзья, многие наши песни, которые мы поем, могут петь мормоны, «Свидетели Иеговы», евреи могут петь многие наши песни. Потому что там о Боге. Какое счастье, когда мы во всем, полностью во всем говорим о Христе. Когда наша проповедь о Христе. Я, знаете, я уверен в одном, что нету, не бывает проповеди Евангелия вне Христа. Не бывает. Точно так же не бывает песни. И вот он говорит, он говорит и обращает внимание, укрепляйся благодатью Иисуса Христа. Единственное, что может нас сделать другими, единственное, что может нас изменить, это благодать Господа нашего Иисуса Христа. Единственное, что может помочь перенести горе, единственное, что может все изменить нашей ситуации, это благодать Иисуса Христа. Я поражаюсь, друзья, религиозному христианству, когда люди ходят в церковь, и в их жизни в какой-то момент происходит кризис, и вот когда ты с ними общаешься и беседуешь, ты понимаешь, что там была религия, но не было Христа, не было близости, не было сладости. Вкусите и узнаете, как что? Благо Господь, когда ты не попробовал этой благости, этой радости Евангелия. Тимур Расулов сказал такую мысль. Я знаю людей, которые долго ходили в церковь, горячо молились, неплохо разбирались в Писании, безудержно благовествовали направо и налево, но потом отвернулись от Бога в сильной обиде и гневе. Дело в том, что Он очень сильно разочаровал их, не дав просимое. На мой взгляд, таковы и несчастные атеистов, потому что у тех еще есть шанс прийти к Богу, когда прижмет жизнь, а эти отпавшие уже испробовали Его, и Он для них не сработал. Так будет с каждым, кто пришел к Богу за чем угодно, кроме прощения грехов. А кто возвал к Нему под тяжестью греха, кто возненавидел грязь собственной души, кто устал от своего морального уродства, никогда не уйдет от Христа, потому что Христос обещал решить именно эту проблему. Разве те, кто жаждет святости, разочаруются, извините, ошибка, Господом? Никогда! Никогда! О, точно, друзья! Какое счастье, когда мы ищем самого Христа, а не просто чего-то получить от Христа. Однажды у Билли Грэма спросили, откуда ты знаешь, что Иисус живой? И он ответил очень коротко. Я утром с ним разговаривал. Вот это время, это время близости, это время радости, оно созидает нас для тяжелого времени. Оно созидает нас для того, чтобы вера наша укреплялась, для того, чтобы начиналось настоящее, настоящее ученичество. Ну и простите меня, что так много цитат, но и каждую из них я посчитал очень ценной. Только тот человек, который глубоко сознает свою греховность, приходит в восторг от благодати, только благодать может дать вам смелость, смиренно сознавать чудовищность вашего греха. Пол Трипп. Очень советую читать этого замечательного автора. Друзья, очень важно понять, что же это значит. Итак, укрепляйся, Сын мой, благодати, Господа мысль. Если мы не поймем этой истины, нам нет смысла дальше идти, следующие слова, нам нет смысла дальше говорить. Потому что если мы не укрепились с Христом, мы своими силами долго не протянем. Я встречаю людей, которые своими силами несут служение. Поговорите своими силами сотни людей. Поговорите, послушайте грязь эту, послушайте все это. Своими силами вы не сможете. Начните созидать церковь. И скоро туда придут люди, которые скажут вам, что это так, а это не так. Будут люди, будут враги, будут те, которые будут ненавидеть, будут те, которые будут хотеть вас убить. Еще что-то, друзья, своими силами это невозможно. И поэтому Он говорит, единственное, в чем ты можешь укрепляться, единственное, на чем ты можешь основываться, свое служение, единственное, на чем ты можешь основать, это благодать Иисуса Христа. Без этого нету служения. Христос – это наша звезда, наш ключевой фактор, наша идентичность, то, за счет чего мы можем нести служение, можем вставать и не унывать. Я встречаю людей, которые устали. Я встречаю людей, которые сломлены. Но какое счастье, что Слово нам говорит, что надеющиеся на Господа, что они сделают там? Обновятся в силе и как орлы, не утомятся, друзья. Какое счастье, какое счастье понимать, что у нас такой Бог, надеющийся на Господа, не надеющийся на свои силы, а надеющийся на Христа. И вот тот человек, который надеется на Христа, надеясь, что мы такие с вами, многие из нас, мы, вот он, что ему дальше говорит Павел. «И что слышал от меня при многих свидетелях». Друзья, «что слышал от меня при многих свидетелях». Наше служение должно иметь библейское основание. Не основание нашей какой-то потрясающей идеи, не основание какой-то нового движения. И знаете, движений было много. Сначала это все молились молитвой Явиса. Явиса. Даже меня спрашивали, я в юности в одну церковь пришел, ты знаешь молитву Явиса? Нет? Ну, то есть, ты что, не спасенный? Ну, то есть, это невероятно. Потом, через некоторое время, у всех было пять целей церкви. У всех, Рика Уоррена, пять целей. Ну, без этого никак. А потом, следующее было такое яркое движение, это Шварц, книга Шварца. Как же она называлась? И там и духовные дары, и естественный рост общины. И вот все, естественно, росли общины. Потом были другие друзья, а потом индуктивщики были. И, знаете, то есть, вот я помню, как индуктивщики приходили и говорили, а вы не разбираете Библию индуктивным методом? А, ну, то есть, это вообще, что еще было? Да можно вспоминать и вспоминать. Но вы не трогайте святое. Вы святое не трогайте. Но, знаете, много было всего. Если поставить, если сделать идол из экспозиционной проповеди, друзья, то можно сделать из экспозиционной проповеди. Я когда-то ехал, был на конференцию у Коломитцева, ехал с одним братом, он трокист. И он, конечно же, включил проповедь Алексея, слушает. Я Алексея дружу с ним, уважаю его, и он слушает. Я говорю, а вы Библию читаете? Он говорит, ты знаешь, мне настолько хватает проповеди Алексея, Алексея, что, в общем-то, можно и не читать, потому что мы так вот слово за словом разбираю, и все. Я думаю, какой кошмар. Но, к слову, лет 5-6 он побыл в этой церкви, и потом все изменилось у него. Но я вам скажу, религию можно сделать из чего угодно, и из кого угодно. И из кого угодно. Многие было движение, движение мечты. Да много чего было. Но я вам скажу, что человеческие методы без Христа, они приводят в тупик. Что бы ни было, кто бы ни был. И то, что получилось у кого-то, у тебя не получится, если там нету в центре Христа. Один из удивительных авторов, Дитрих Бонхофер, человек, который противостал всей немецкой системе, который остался верным. Он сказал удивительные слова. Тот, кто любит свою мечту об общине больше, чем реальную христианскую общину, тот ее разрушает. Друзья, дело не в нашей мечте, а дело в тех словах, которые мы вместе с вами говорим. Итак, укрепляйся, Сын мой, благодатью Иисуса Христа. И что слышал от меня при многих свидетелей, передай верным людям. Вот идея Божия, вот принцип Божий. Не просто мечта, не просто принцип, не просто несколько уроков, или несколько семинарий, или несколько еще чего-то, а Христос. И тогда будет, тогда будет невероятно. И тогда мы идем, друзья, на следующее слово. Как передать истину? То передай верным людям. Передай верным людям. У меня дома стоит только, на моем рабочем столе, только одно выражение, которое очень важное. Ты сможешь зажечь в других только то, что горит в тебе, Августина. Ты можешь зажечь в других то, что горит в тебе. То, что в тебе не горит, ты зажечь не сможешь. Меня поразила эта картина. Я открыл для себя вот этого художника, еврейского художника Германа Гольда. И он назвал ее «Любовь к слову». Я смотрю на этого еврейского старика, который свиток обнял. И я думаю, Боже, дай мне так любить слово Твое. Потому что все начинается со слова. Все начинается со слова. Я поражаюсь, друзья, общаясь с братьями, которые приходят. Я часто поражаюсь, потому что они говорят, ну тяжело читать слово, ну нету времени. Занятость огромная. Тяжело. Ты как только проснулся, сразу побежал. А без этого ничего не будет. Хорошей семьи без слова не будет. Хорошего служения без слова не будет. Сетевой маркетинг будет без слова. Меня недавно пригласили на одну сетевой маркетинг. Одну такую. Мне было интересно прийти, послушать. Пришел, послушал. Все так ясно, все так просто. Знаете, вот. Но нету сердца, нету глубины. Один из ребят, который там выступал, он говорит, у меня такой выбор был. У меня малыш, и у него день рождения. И в это же время семинар, вот наш ежемесячный семинар. Что мне выбрать? День рождения малыша или семинар? Ну ему из зала подсказывают. Конечно, день рождения. Он говорит, нет. Я понял, что у меня есть цель. Я выбрал семинар. Я думаю, бедный ты человек. Бедный ты человек, и бедный твой малыш. Кстати, я везде говорю одну и ту же мысль, что мое главное служение – это моя семья. Без этого просто нереально. Я не знаю, друзья, кто выбирает и делает свое служение другим, самым главным. Мое самое главное служение – это моя семья. Потом уже все остальное. Дай Боже нам зажигать тем, что горит в нас самих. А что в нас самих горит? Это то, о чем мы говорили последнюю неделю. Вот, друзья, то, кстати, очень легко проверить, что является идолом нашего сердца. Очень легко проверить. То, о чем мы в течение недели говорим, и то, на что жертвуем деньги, это является центром всего. То, о чем мы говорим, с женой, по телефону переписываемся, с кем-то другим. И то, на что мы жертвуем деньги, на что мы тратим деньги, вернее, это является нашим центром. Если вот вспомните, вы сами посмотрите, посмотрите вашу страничку «Монобанк» или «Приватбанк». Вот то является центром на вашей жизни. Это точно. Следующая мысль. То передай верным людям. Где взять верных людей? Где взять верных людей? Я вам скажу, что верные люди, они находятся, начинаются и взращиваются в семьях. Они видят, как ведут себя отцы, и они повторяют. Они видят, как ведут себя мамы, и они повторяют. Они видят, как разговаривают у них на кухне, и они повторяют. Я в прошлый раз, если, помните, я проповедовал, вспоминал о малышах, мальчика, которые кричали «Елисею, пляшивы, пляшивы». Где они услышали эти слова? На кухне у себя дома. И эти слова уничтожили их, убили их. Друзья, верные люди начинаются с нашего дома, с того, что происходит у нас дома, то, как мы разговариваем. Я уверен, что если глава семейства не позаботится о том, чтобы его семейный дом был местом поклонения Богу, то его дом будет местом обитания и поклонения злым духом. И нечистей. Серьезно. Верные люди начинаются с нас. Мы очень хотим, чтобы наша команда была верная. Мы очень хотим, чтобы вся церковь была верная. Мы очень хотим, чтобы все вокруг были верны. Но все начинается, братья, с нас. Там, где вообще никто не видит. Вообще никто не видит. Проблема верности церкви Это была проблема В истории всего человечества Об этом обсуждали Вот, например, что об этом говорил Гитлер Книга Эрвина Лютера Крест Гитлера Кто не читал, очень советую почитать Гитлер с презрением отзывался Как о протестантах, так и о католиках Будучи уверенным, что все христиане Предадут своего Бога Когда будут вынуждены сделать выбор Между свастикой и крестом Вы действительно верите в то, что Массы останутся христианами? Вздор Никогда, сказка окончена Больше никто ее не будет слушать Однако мы сможем ускорить процесс Священники вырвают могилы Сами себе, они придадут Своего Бога ради нас Говорил Гитлер Да, они все придадут ради своей Жалкой работы и зарплаты Страшно И мы сейчас с вами Мы очень ясно видим Как это происходит У нашей страны соседа Очень страшно видим Я просто поражаюсь Я был на конференциях, где встречался С русскими братьями Они сразу же старались Оправдываться Как-то объяснять свои действия Об этом никто не просил Но где-то чувствуют И еще больше закапывали себя Еще более глубокие глубины Друзья, но все-таки То передай верным людям А есть верные люди или нет? Есть верные люди или нет? Конечно есть Конечно есть И они здесь Они воспитываются Нами Они в наших церквях Они, может быть, еще об этом не знают Но есть верные люди Мы верим в это И мы Друзья, насколько важно Передать Передать вот этот вот Огромный огонь Любви Христовой Если бы меня спросили Что я больше всего хочу передать Я больше всего хочу передать Христа Его достаточно Для служения достаточно Для семьи достаточно Для спасения достаточно Для всего достаточно Он должен быть в центре И если вы запомните Только эту мысль И все, что я говорю То это будет для меня тоже достаточно Только Христос Только Христос Какая страшная история Какая страшная история Немецких христиан Опять же, вот эта книга Крес Гитлер Вы помните Рассказывала, когда Церковь находилась Возле Железнодорожного вокзала И когда Провозили евреев И они кричали От боли И Знаете, что церковь делала? Громче пела Друзья Сегодня Мы можем Тоже громче петь И закрывать Свои глаза На нужды нашей церкви На нужды людей вокруг Нужды мира И Многие это делают Другой Автор Сейчас вспомню Кто Он сразу после Когда уже Открылся Освенцум Он приехал туда Писал книгу Дэвид Стоун И Он писал книгу От истории Холокоста И он увидел Женщину Которая продавала Мороженое И он говорит А сколько вы здесь лет Работаете? Он говорит Уже 20 лет Он говорит Так вы Знали Что там Лагерь? Нет Не знала Ну как бы Не знали Но там же шел дым Там же Крики стояли А я туда не смотрел Друзья Мы должны быть Церковью Которая туда Должна быть Это должно быть Нашей ценностью Это должно быть Нашей идентичностью Это должно быть Должно быть Центром всего И Дальше Мы видим Следующую Мысль Которую Пишет Павел Которые были бы Способны И других Научить Кстати Наверное Отсюда и пошел Сетевой маркетинг Только с другой Абсолютно другой Идеей Друзья Как других научить? Как это передать? Как происходит Это чудо Когда человек Вот он приходит Он слушает тебя Он видит Он видит тебя И через некоторое время Он Берет и повторяет Твою мысль Как это происходит? Это происходит В тот момент Когда во мне Это горит Когда это становится Моей действительной Ценностью Вот этот материал Вот Бог ваш Там был пример Я по-моему вам Может быть Я очень многим Своим друзьям Рассказывал Меня сильно коснулся Представьте себе Что пришла девочка К вам в церковь И она говорит Я долго занималась Гимнастикой Допустим Или там Бегом Или чем-то еще И вот я иду На Олимпиаду В Лос-Анджелесе еду Да ты что Вы знаете Ее бы поставили вперед Ее бы сказать Друзья Она едет На Олимпиаду В Лос-Анджелесе Вы представляете Лос-Анджелес Олимпиада Она представляет Нашу страну Она лучшая Хорошо А если эта же Девочка подойдет И скажет Там Дядя Вы знаете Я сегодня Утром покаялась Молодец Слава Богу Слава Богу Чему мы будем Больше радоваться Покаянию Этой девочки Или то что Она на Олимпиаду Пойдет Это говорит о наших Интересах Это говорит о наших Целях Это говорит о наших Ценностях И вот люди Могут передать Только то что Является нашей Ценностью Если Олимпиада Если достижение Если лидерство Если что-то еще Оно будет Нашей ценностью Люди будут это Передавать Но когда Наши ценности Становится Благодать Иисуса Христа У меня еще Время Минута есть Да Когда нашей Ценностью Становится Благодать Иисуса Христа В этот момент Друзья Люди начинают Загораться Зажигаться И мы видим Как меняется Абсолютно все Мы приезжаем В дом престарелых И там есть Бабушка Ира Ей подарили Старенький компьютер Кто-то нам отдал И она начала Слушать проповеди Проповеди Нашей церкви Проповеди Других церквей Вы знаете Перемена Произошла Во всем доме Не во всем Не только в ней Во всем доме Ее комната Стала центром Дома престарелых К ней директор К ней сотрудники Приходят помолиться Она стала Священником В этом доме престарелых Мы ее С пастором Мальчиком Кто знает Пастора Мальчика Мы Голос мучеников Да Мы вместе Мы вместе Ее покрестили Это потрясающе Когда зажигается Эта личность Которой горит Христос Она передает Его многим Других И она способна Других научить И сейчас Мы с братьями Приезжаем И видим Какое влияние Она оказывает На директора На сотрудников На всех Это чудо Это просто чудо Последняя цитата Я сейчас читаю Биографию этого человека Начал читать Всякий Кто хоть сколько-нибудь Познал Что значит Проповедовать По-настоящему Неизбежно придет К выводу Что это ему Еще никогда Не удавалось К своей цели И надеется Что однажды С Божьей помощью Он ее достигнет Давайте расти В благодати